Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Сегодня со мной снимается Лютик, он очень сильно просился видео, но, точнее, он начал плакать, поэтому он снимается со мной. Ребята, возможно, вы уже, конечно, по картинке все поняли. Сегодня я заказала денежные маски на лицо, да, для лица вот эти вот. Я, если честно, была в шоке, потому что что только не придумают денежные, вообще люди сошли с ума. Денежная туалетная бумага, денежные маски, денежные свечи. Хорошо, что пока не денежных собак, потому что я бы точно купила бы штучек так 100 себе животных в дом. Ребят, одна маска стоит 15 долларов, я купила 10 штук, еще не распаковывала. Давайте с вами распаковываю. Так, ну прикольно. Вот так вот выглядит одна масочка, вот так вот выглядят две маски, вот так вот три, но вы поняли, у меня их 10. И они все одинаковые? Нет, они разные. Так, ладно, ребят, окей, теперь я хочу по цветам разложить, понять, что, где и как. В общем, масок предостаточно. Вот такой вот есть стиль, потом есть вот такой вот стиль, just steel, потом есть фак корона, посмотрите. Ребят, в общем, кому нужна маска, пишите в директе в инстаграме. Давайте распаковывать, смотреть, сколько мне попадется денег. Ребята, все вы в курсе, что я вкладываю свои свободные средства в компанию Avalon Ltd. Сегодня я хочу вместе с вами создать новый депозит. Смотрите, все депозиты на данный момент у меня уже успешно отработали, и на балансе у меня уже почти 16 тысяч рублей. И в этот раз я хочу создать вклад на 7 дней в размере 15 тысяч рублей. Посмотрите, ровно через неделю я смогу вывести 16 с половиной тысяч рублей. Так, все, депозит удачно создан и уже находится в работе. Поэтому, если вас тоже интересует пассивный заработок в интернете, советую обратить внимание на компанию Avalon Ltd. Ссылку на нее я оставлю в описании. Ну что, ребята, я вам предлагаю открывать первую маску. И хочу еще сразу вам сказать, одна маска стоит 400 гривен в гривнах. То есть за 10 масок я дала 4 тысячи гривен. Мне кажется, это так-то нехило многовато, поэтому хочется окупиться. Ну а получится у меня это сегодня или нет, мы с вами посмотрим. Если честно, интересная задумка с масками, потому что я же повторюсь еще раз, сколько всего уже я снимала даже на YouTube, но маски еще в объявлениях я как бы не видела. И нашла только одно, и слава богу, что мне смогли прислать эти 10 штук, потому что продавец очень странно со мной общался. Ну а для ролика, ребят, по-моему, такой контент заслуживает лайк, такие старания. Так, у меня здесь есть маска и есть купюра. Это доллар. Это 5 долларов, ребята, простите меня, пожалуйста, мне показалось, это доллар. Так, ну 5 долларов как бы неплохо. Повторяюсь еще раз, одна маска стоит в переводе 15 долларов. Я как бы в минусе, но учитывая то, что у меня теперь есть вот такая вот маска фак корона, довольно-таки неплохо. Я предлагаю вам надеть маску, хотя бы посмотреть, она норм или нет. Так, ну начнем с того, что маска, капец, на меня огромная. Она висит, но, возможно, это даже и хорошо. Кто его знает? Потому что в ней дышать довольно-таки комфортно из-за того, что она большая. Так, 5 долларов. Маску я, пожалуй, отложу в эту стороночку. И давайте брать следующую. Возьмем вот эту вот фак. Так, о, боже, какие я слова говорю на английском, нельзя такие слова говорить. Простите меня, пожалуйста. Давайте смотреть. Ребята, здесь есть маска, а за маской у меня купюра. И это купюра номиналом 50 долларов. Ну, учитывая только что, что я была в минусе на 10 долларов, а теперь у меня 50 долларов. Как бы, Лютик, я хочу тебе сказать, мы сегодня едем гулять в парк, да? Посмотрите, как у Лютика сразу ушки поднялись тогда. Ребята, вот это, вот это я понимаю успех. Ну, неплохо, пока неплохо. Так, отложим эту маску. Мне не нравится, что, ну, как, маски и деньги лежат вместе. Очень странно, что их ни во что не запаковали, но, как бы, пакет есть. Это уже хотя бы что-то. Это уже радует. Следующее. Ребята, вот такая вот маска, и у меня здесь 1 доллар. Блин, деньги такие хрустящие, люблю хрустящие деньги. 1 доллар и, как бы, 1 доллар и 50 долларов. Разница большая, думаю, вы понимаете. И я, если честно, не настроена сегодня кипишовать, но я очень боюсь, что такое может случиться, потому что, ну, как-то 1 доллар на эти маски не особо приятно, а потратить 15, да? В минус не всегда хочется уходить, ребят, но ради контента, ради реально интересного видео, почему бы, как бы, и нет, да? Так, это уже какая маска? Это уже четвертая маска. Давайте смотреть. Это снова такая же. И купюра 1 доллар. Опять 1 доллар. Ребят, серьезно? Что-то, что-то, походу... Давно у меня не было разоблачения всяких разных сюрприз-боксов, и, походу, пришло время разоблачать что-то денежное, потому что не радуют меня эти денежки, честно вам сказать. Если, кстати, возможно, вы хотите разоблачения каких-то боксов, кто не знает, сюрприз-боксы любые можно прислать мне в директ в инстаграме, я себе их отмечу, либо же не отмечу, что я хочу их купить, посмотрю, подумаю и закажу на обзор. И потом мы с вами узнаем, обманывают они или нет. Если вы не смотрели такие видеоролики у меня на канале, то спуститесь вниз и обязательно посмотрите, потому что они довольно-таки интересные. Просто на данном этапе, можно сказать, я прошлась по самым популярным сюрприз-боксам по Украине. Ну, типа, такие боксы-разводняки, если так можно сказать. Либо же, я даже не знаю, не хочу никого обижать, но просто сюрприз-боксы из инстаграма, да? Ну, а если у вас есть еще какие-то... Ребят, у меня тут 10 долларов, простите, пожалуйста, я вас перебью или себя перебью, да? Но если вы хотите еще какие-то сюрприз-боксы, чтобы я проверила, присылайте в инстаграме в директ. Ссылка на мой инстаграм будет в описании. 10 долларов. 10 долларов меня уже радует, это не один доллар. В конце мы с вами подсчитаем, какая же все-таки мне сегодня попалась сумма. Ну, потому что, ребят, как бы, потратить 4000 гривен на маски, извините меня, не каждый захочет, правда? Но, слава богу, что маски остаются. Их, конечно, желательно постирать. У меня здесь 10 долларов еще. Еще одна десяточка. Это есть хорошо. Ой, по-моему, у нас Лютик решил поспать на протяжении всего видео. Ну, вы знаете, Лютика, да? Кстати, напишите в комментариях, вам нравится видео с Лютиком или нет. Ребята, у меня сейчас какая-то небольшая несправедливость, потому что Лютик лежит рядом отдыхать в топчане. Максим у меня вот здесь вот лежит, прекрасно отдыхает на кровати, а я сижу, снимаю видео. Конечно, меня это радует, бесспорно, но я бы тоже не отказалась на кровати, бы снимать видео. Ребят, у нас сейчас кровать наша находится в студии, все потому что мы делаем ремонт, и наша спальня как бы занята, да, там сейчас проходят ремонтные работы, ребят. Я вам хочу сказать, что у меня для вас есть небольшое открытие. Есть второй канал у меня, и на нем я выпустила свой первый влог. Я решила попробовать записать влог. Я не знаю, насколько будет интересно. Надеюсь, вам понравится, поэтому переходите, я оставлю тоже ссылку в описании. Подпишу мой первый влог, чтобы вы не пропустили вдруг ничего. И вы посмотрите, если вам интересно что-то узнать больше про меня, больше смотреть на Лютика, посмотреть на Максима, потому что Максим там тоже снимался, и посмотреть, что происходит у нас дома. Как бы, да, я надеюсь, вам понравится. Переходите и смотрите мой влог на втором канале. Ну, а мы с вами открываем эту масочку. Блин, они очень неудобно открываются. Так, здесь у меня маска вот такая вот. Не очень мне это нравится. Мне больше нравится факт корона. И здесь у меня один доллар. Ну, ребят, один доллар как бы не густо, если честно. Итого у меня осталось три маски. Почему так мало, ребята? Блин. Пока у нас идет ремонт, хочется снимать больше видео. Поэтому, ребята, как бы так, да. Надеюсь, что их станет действительно больше. В следующем месяце, точнее, в новом месяце, я вас уверяю, их будет больше на этом канале и на втором канале. Поэтому обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны. Оно того стоит, потому что впереди вас ждут очень интересные видеоролики. Следующая маска. Здесь еще вот такая вот бумажка странная выпадает. Это какие-то китайские, ну, короче, какие-то китайские штучки. Даже не знаю, что здесь написано. Какая-то, возможно, сертификация или еще что-то. В общем, маска. А под маской у меня было 20 долларов. Ну, 20 долларов, это окупилась одна маска, плюс еще 5 долларов в запасе. Неплохо. Я, если честно, пытаюсь не считать ничего в уме, потому что я не хочу ни разочароваться, ни пока радоваться. Хочу, чтобы мы все-таки подвели... Так, это вообще маска не режется. О! Хочу, чтобы мы с вами подвели итог нормальный. Здесь у меня 5 долларов. 5 долларов мало. Ребят, я даже не знаю. Честно, я больше люблю денежные видеоролики, в которых попадаются доллары. Потому что доллары, как бы, смотреть интереснее, да? Оп, соточка, как бы, да? Гривны не особо, поэтому я чаще заказываю именно что-то денежное с долларами. Потому что гривны как-то скучно, мне кажется. Потому что еще, кстати, половина аудитории моей из России. Так что, ну, как-то так. Последняя маска. Стой, скажись. Как думаешь, доллар или сто? Морозится, вы поняли, да? Смотрим. 5 долларов. Ну, 5 долларов, как бы, неплохо. Так, ребят, откладываем маски и давайте считать. 10, 30, 31, 41, 51, 52, 53, 53 плюс 50, 103, 103 плюс 5, 108 долларов. А потратила я, ребята, 150 долларов. Ну, как бы, я в минусе, да. Но мне кажется, что не такой уж и большой минус, как я предполагала. Потому что плюс ко всему, у меня есть маски, которые можно постирать, еще можно носить. Потому что непонятно еще, когда этот весь карантин закончится. Поэтому, ну, хотя бы, что с людьми происходит, я не понимаю. Хотя бы в чем-то нужно искать плюс. Поэтому, ребята, сейчас я с вами прощаюсь. Мы с вами увидимся в следующем видеоролике, который тоже очень-очень интересный. Не буду спойлерить, хочу, чтобы вы все его посмотрели. И еще раз напоминаю, переходите по ссылке в описании на влоговый канал и смотрите мой первый влог. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok